Очень хорошо помню, потому что меня разбудил звонок моего коллеги и друга Андрея Зорина. А я в тот момент еще работала в журнале «Литературное обозрение», который после создания моего журнала «Новое литературное обозрение» стали называть «Старый Литобос». Тогда это 1991 год, и еще, естественно, никакого нового журнала не было. И я собирала спецномер, который был посвящен обсценной литературе в российской традиции. Что тогда было, так сказать, очень важным и совершенно неожиданным. И позвонил мой друг и сказал, ну, Ира, в свете случившегося, наверное, моя статья уже не нужна. Я ничего не сдала, сказала, что случилось. Он мне вкратце объяснил, что вот пуч, Горбачев фактически смещен, что все закончено. И, значит, первая реакция, я помню, что у меня похолодело все внутри, но я сказала так. Пуч не пуч, а, извините, работу надо делать, срочно привози мне статью. Вот, и мы с ним встречаемся на станции метро, вот уже какой я не помню. Он мне передает этот текст, который уже казался бессмысленным, потому что какая эротическая обсценная литература, значит, когда приходит реакция. И мы с ним обсуждаем. И я помню, что главный наш момент был такой, что, черт возьми, лучше бы вообще не давали никакой надежды. Вот жили мы 70-е, 80-е, да, и ничего не знали. Здесь поманили, сейчас закроют, и все, это будет потом бесконечная травма. Ну, а дальше случилось, что случилось. Я вернулась с этой статьей домой. Села смотреть новости в тоске. Там, понятно, дело Лебединое озеро. И потом начинается вот такая противная программа «Время», которую читают дрожащими голосами какие-то старые дикторы про то, что восстанавливается законной, что Горбачев там по состоянию здоровья не способен. В общем, да, как бы вот пучистая начинает ведь. И вдруг в середине вмонтирован сюжет, я так понимаю, что был саботаж на телевидении, где Сергей Медведев, журналист молодой, показывает, как Белому дому приходят люди и строят баррикады защищать свободу. Потом опять включаются эти дикторы, которые опять несут какую-то ахинею. И надо сказать, что вот до сих пор мне очень интересно, кто те были смелые люди, которые под страхом, ну вообще это могло им стоить не только карьеры, но может быть и жизни в тот момент, все-таки включили этот сюжет. Это было переломным моментом, потому что со всех сторон люди бросились, в том числе и я, к Белому дому. Люди приезжали из других городов, электрички не пускали, часть самолетов отменяли. Это я знаю, что многие боялись, так сказать, не могли приехать туда. И вот, я когда туда пришла, там стоял народ, все шумно жестикулировали, народу было относительно немного, но к ночи стали подбираться. И действительно, эти строились баррикады. И, в общем, мы периодически все эти три дня, поскольку это был дождь, жутко грязный, мокрый, мы периодически возвращались, переодевались, и возвращались обратно. И интересный момент, я очень хорошо это помню. Все три дня метро работало практически всю ночь по этой ветке. То есть для меня тоже совершенно непонятно, кто отдавал приказания, что люди могли передвигаться и подъезжать к новому дому. Да, естественно, развешивались вот эти газеты, которые объединенные, когда запретили все новые СМИ, делали совместно. В общем, на самом деле, все эти три дня слились у меня в какой-то, какой-то единый, почти такой эйфорический момент. Потому что, честно вам скажу, это было лучшие три дня в моей жизни. Когда я вспоминаю, я сразу начинаю, у меня такой порыв поплакать, потому что, знаете, если я была религиозным человеком, я бы, наверное, была в терминов такого религиозного откровения. Да, потому что, понимаете, те, кто были внутри вот этого кольца, были совершенно в другой атмосфере. Когда вы выходили оттуда, вы возвращались в какую-то реальность, где было страшно, где было непонятно. Когда вы туда входили обратно, это, видимо, было такое энергетическое поле мощное, где это абсолютно, да, мы восприняли все это по-другому. Да, вот все сидели, причем мы боялись, что действительно будет, и ждали этого штурма. И там были люди всех сословий, всех возрастов. Вообще это был срез лучшей части общества. Там были бабушки, которые носили котлетки. Там были молодые кооператоры, которые кормили. Там были студенты, интеллектуалы, рабочие. Действительно, это и вовсе не было такой интеллектуальным моментом. Это было огромное количество людей, которые фактически пришли умирать за свободу. И я считаю, что все, кто там был, вот действительно прошло эти три дня, и мы вернулись не советскими людьми. И я думаю, что это очень сильно отличило нас, отличило нас от тех людей, которые там не были. Понимаете, вот этот такой душевный переворот, эта такая внутренняя революция, наверное, было самым ценным опытом в моей личной жизни. Понимаете, потом, несмотря на все разочарования, я даже об этом как-то написала давно в такой маленькой заметке. В 98-м году, когда открывала второй журнал «Неприкосновенный запас», вот этот опыт. Это, знаете, фильм моего детства «Любимая и великолепная семерка», там, где крестьянин первый раз видит, как бандиты бегут. И вот этот вот восторг освобождения, что он видит непобедимое зло, которое пускается, это вот было абсолютно ощущение чуда. Потому что люди, сидевшие там три дня, в общем, не очень верили, что что-то возможно. Это было абсолютно символическое противостояние. Нас можно было размазать по стенке одним выстрелом, потому что это нельзя было защитить, мы были бы заруженные люди. Но вот это противостояние воль было самым интересным, я бы сказала, опытом историческим. И я, странным образом, вспомнила Толстого «Война и мир», который я все время читала в школе. Мы всегда пропускали ведь описание войны, понятное дело. Девочки читали про мир. Но я запомнила в свое время его описание, как Котозов сидит, ничего не делает и ждет. А где-то там наверху катается этот шар, который меняет все время баланс. И вот он непонятно, каким образом он перемещается куда-то, и все мгновенно чувствуют, что вот в этой борьбе воль побеждает ровно вот эта сторона. А когда я это читала в юную году, ну, старик чего-то, какой-то там, что там за катание этого шара. Он был абсолютно прав. Вот это абсолютно то самое, что происходило. Почему-то в какой-то момент, 21-го числа, мы все вдруг поняли, что победили. Мы еще не знали ничего, нам никто не сказал, что Пучисты бросили сбежать. Ну и все прочее. И это в какой-то момент вдруг мы ощутили, что наше состояние, да, оно оказалось ключевым в развязке этой истории. Я вам честно скажу, я абсолютно уверена. Потом было много всяких разговоров, что там Ельцин с кем-то договорился, что ваша вот эта вот, значит, беготня вокруг Белого дома ничего не значила. Это ложь. Это ложь. Потому что если бы люди не вышли к Белому дому, Пучисты бы победили. Понимаете, тогда, даже сейчас, это не так страшно, тогда пойти против советского, нам, советским людям, прийти туда, понимая, что если нас сейчас не убьют, потом в случае проигрыша, на всех поймают, не знаю, куда-то сошлют. И мы, тем не менее, пошли. Я бы сказала, что это было большое перерождение. Вот это было освобождение от страха. Поэтому я чрезвычайно благодарна. Вот, 91-му году, августу. И закончу я очень интересным разговором, который у меня состоялся в свое время с Василием Аксеновым, который я очень всегда уважала и очень любила. И мы с ним познакомились в 90-х годах. И мы как-то разговаривались. Я вот с пеной у рта, так же, как с вами, еще больше, размахивая руками, рассказывала. И он сказал, Ира, у меня много было что в жизни, но одну вещь я себя не прощу никогда. Я купил себе билет на 18 августа 91-го года и улетел и пропустил лучшее, что можно было увидеть. Я, говорит, не прощу себя этого никогда. Мне отказала писательская интуиция. Ну, не знаю, интуиция мне сказала, потому что нынче остров Крым теперь будет бесконечный бестселлер. Он еще раньше, в советские годы, угадал очень мощную внутреннюю структуру жизни и идентичность империи. Но я хочу сказать, что этот опыт еще надо изучать. И, конечно, должны быть какие-то, может быть, более аналитические воспоминания. Но я хочу сказать, что это дало мне импульс оптимизма, несмотря на все безобразие, которое происходит сейчас. Просто советское общество оказалось лучше, чем оно само о себе думало. Мы всегда считали, что мы ни на что не способны, что мы все трусы, и вообще ничего сделать невозможно с этой властью. И оказалось, что все слиняло в три дня, и выход безоружных людей, в ключевой момент, оказался переломным. Поэтому, мне кажется, это дает возможность какого-то глубокого переосмысления вообще и нашего недавнего прошлого, и те ресурсы, которые нам были даны, что мы сделали, что не им сели сделать. Но раз это было, это отменить невозможно. В этом смысле это прекрасно.